Итак, друзья, мы с вами снова в нашем канале. Я хотел бы представить интересного человека Виктора Кордюкова, который занимается водой. Ведь мы с вами представляем, что вода это практически 90% то, из чего мы состоим. И связь этой воды и вообще зависимость наша от воды, она достаточно высокая. И от того, какую воду мы потребляем, или в какой воде мы моем свое тело, или омываем наши глаза, зависит многое. И вот я хотел бы предоставить слово очень интересному человеку. И, в принципе, выясняется, что еще данный человек 10 лет назад у меня обучался, прошел подготовку по висцеральной практике. Ну, естественно, он ее использует для того, чтобы и себе помогать, и других оздоравливает. Но я бы хотел, чтобы он сам рассказал про себя, представился. Да, приветствую всех слушателей и аудиторию, и вас, Александр Тимофеевич. Ну, вам огромная благодарность за то, что как-то 10 лет назад мы встретились, я прошел первый курс у вас. И я это вижу на своей семье, на своих детях, когда дети перед тем, как принимать пищу, они делают диафрагмальное дыхание. Мои родители, бабушки и дедушки заставляют детей, когда они приезжают в гости, тоже делать диафрагмальное дыхание, там прожимают или еще что-то. Это однозначно качественно влияет на их, и на нашу семейную жизнь, и на здоровье, в принципе, и нашей семьи. И это огромная благодарность. Я думаю, просто так ничего не случается, наверное, да. То есть случай, это, как Виктор Алексеевич говорит, это псевдоним Бога получается, да. А как случилось так, что ты занялся этой водой? Предыстория была очень интересная. Я на протяжении лет 10, после того момента, как познакомился с вами, стал заниматься изучением здоровья. Было мне очень интересно. У ребенка были проблемы со слухом, я изучил герудотерапию, потом вестеральную изучил, потом у меня жена занималась микроскопией, пригласила меня в Москву съездить, изучить микроскопию крови. Съездил в Москву, познакомился с Ольгой Ивановной Шишовой. И как-то мы так в процессе обучения, тоже там и вестеральный массаж она обучала, и герудотерапией, пропитком Виватон, микроскопией крови. И как-то у меня было все знание больше, больше, больше. И дошел до того, что вот она рассказывала по поводу тоже важна всегда воды, то есть какая вода попадает, потому что если есть методики антипаразитарной, то тоже нужно понимать, что чтобы вывести токсины, нужна тоже вода. И она как-то вскользь сказала, вот я уже 20 лет занимаюсь, пью воду ПВВК. Ну, я пропустил. И в очередной раз, когда я приехал, они были с аппаратом, попили в Краснодаре. Помню, обучение было. Попили воды. Она говорит, Виктор, вот там в Санкт-Петербурге есть замечательные ученые, академики, которые уже на протяжении большого количества времени занимаются, им там тяжело помочь. Я тебе благословляю, просто съезди к ним. Вот я приехал в Санкт-Петербург, конечно, я очень горд за нашу науку, за наших ученых, то, что там под 80 лет они даже умудрились заложить свои квартиры, но чтобы сохранить это производство и все вот в этом духе. И я настолько там, во-первых, я где-то месяца 3 или 4 читал огромное количество этих всех исследований, что это было. И, конечно, для меня это впечатлило. Ну, расскажу предысторию. То есть предыстория вот этой всей технологии, она зародилась еще в 1967 году. Один из наших разработчиков, барабанов Валентин Иванович, он был ведущим хирургом военно-медицинской академии. И в свое время необходимо было для спецподразделений, для погранвойск придумать технологии, чтобы они не носили с собой бидоны с водой, а могли непосредственно где-то рядом с расположением из любого арыка приготовить воду питьевого назначения. То есть больше ничего, просто питьевого назначения. И вот барабанов Валентин Иванович, он возглавил лабораторию номер 7, она на тот момент была засекречена на базе военно-медицинской академии. И вот они все, что можно было, они изучили, тема воды со всего мира. И пришли к тому, что процесс электрохимии, именно не электролиза, то есть он максимально эффективный, минимальный затрат на это и огромный срок службы в этой технологии. И когда начались афганские события, в военно-медицинской академии стояли большие приборы для того, чтобы обеззараживать воду и можно было еще обеззараживать инструменты. То есть они чуть-чуть были другие. Воды пересылали, да? Аппараты. И когда барабанов Валентин Иванович прилетел в Афганистан, и с каждых военно-медицинских академий переслали бригады хирургов, они оперировали там раненых. И вот когда он приехал в Афганистан и увидел, в каких условиях оперируют, не было вообще никакой воды, был только рык, куда там и ослы ходили, то есть для него это был шок. И первым бортом они запросили из военно-медицинской академии привезти вот эти там образцы, которые они были еще только там сделаны. И вот этой водой они стали готовить растворы, промывать раны. И, как он говорил, что провели более 5000 операций, и не было ни одного отражения у раненых. То есть для них это был какой-то результат. Без рецидивов. То есть они раны промывали, примочки делали. И он сказал, что даже когда не было физрастворов, и им приходилось даже вот эту воду для антибиотиков добавлять в психоэраствор, разбавлять, и ставили инъекции. Но это было лучше, чем вообще ничего не ставить. И после того, как они приехали, они стали разбираться, что же они такого интересного разработали, изобрели. То есть им нужна была просто вода питьевого назначения, а оказалось, раны заживают, еще глаза они промывали, какие-то ожоги. При ожогах было очень много случаев, когда солдаты обгорали в танках. То есть они делали примочки, и ожоги очень быстро восстанавливались. То есть какие-то были параметры, свойства воды, таких, которых мы не понимали. И после этого, когда они вернулись, они стали изучать. Даже было разрешение использования в подводных лодках, в космонавтике. То есть они до того вот это все внедрили и изучили, что была огромная научная база. Но потом у нас Советский Союз развалился кафедру, и эту лабораторию расформировали всех, кто куда. И вот они с группой ученых остались, и что-то нужно делать. Кроме того, как придумать, как очистить, обезаразить воду, мы не знали. И вот они сделали первые приборы, и как мы их продавали, мы в Санкт-Петербурге их ставили, брали тряпку. Вот люди идут мимо. Мы просто моем полы, отжимаем, обрабатываем и показываем, что можно эту воду пить грязно. И на протяжении вот этого периода, когда они это все изучали, прошло много времени, провели они исследования в Институте биологии, вирусологии, НИИ Мечникова, Гамалея. И у нас есть огромное количество результатов с вирусом птичьего гриппа, взаимодействия с этой водой. Потом с вирусом герпеса, как вода влияет. Потом вирус гепатита, определенные препараты и совместно с водой. То есть, когда применяли препараты медицинские и эту воду, то результаты были феноменальными. Потом они дошли до того, как на микрофлору эта вода действует. Тоже у нас есть исследование. Была группа из 21 человека, сделали посев на лактобифидум бактерии. У контрольной группы был 21 человек. 10 человек пили воду, просто очищенную водопроводную, из-под фильтров бутылированную. А 11 человек пили воду из-под аппарата ПВК. И получилось так, что у нас есть тоже исследование. Через 21 день, принимая эту воду, количество лактобифидум бактерий у контрольной группы у кого-то в 100 раз, у кого-то в 1000 раз увеличилось. Без применения пробиотиков. Потом мы стали с нашими академиками-учеными разбираться. Я говорю, почему так произошло? Они говорят, что когда внутренняя среда меняется, вся патогена микрофлора, все болезни от застоя. Где застои, там болото. Там микрофлора паразитарная, она может спокойно развиваться. И когда вы начинаете межклетку чистить, внутреннюю среду менять, качество межклеточной жидкости менять, качество крови менять, и патогена микрофлора, она не может размножаться, то есть ей тяжело в этой среде. И вот есть такая у нас огромная-огромная научная база, то есть подтверждена нашим исследованием, нашим опытом. Так что вот, интересно. А еще перспективы дальше развиваете? Да, по поводу перспектив. Есть у нас новые разработки, то есть мы сейчас разрабатываем проточные, чтобы можно было принимать ванны. Я сейчас расскажу, то есть какие у нас результаты, обратная связь от наших единомышленников и потребителей. То есть очень замечательные результаты по различным псориазам. То есть у нас был пример, Алексей молодой человек, он на протяжении, как он рассказал, с 14 лет он страдал псориазом, и на протяжении 20-24 лет у него был псориаз. И получилось так, что к нам пришла информация, мы порекомендовали попить воды. Он говорит, Виктор, я не верю в воду, вот что ты со мной сделаешь, все, что ты хочешь. Я знаю 500 видов различных гормонов, антибиотиков, я там простил маму, папу, пришел к Богу, все я уже знаю, но в воду я не верю. Я говорю, буду пить, но верить не буду. Я говорю, ну хорошо, то есть давай так. И получилось так, что через несколько дней, неделю у него стали происходить изменения, мы обязательно эти фотографии покажем, ставим. И через месяц даже нас самих это поразило. То есть когда мы поменяли жидкости, межклетку и тому подобное, мы порекомендовали отказаться от чая, от кофе и исключить сахар, и добавили просто воды. То есть через месяц у нас были результаты. Также у нас по диатезам с детишками очень хорошие были результаты. В течение 5 дней проходили диатезы у малышей. То есть можно умываться этой водой, можно делать примочки. Также по диабету, но это со слов наших пользователей, то есть они уменьшали количество инсулина. То есть когда инсулин поднимается, то есть выпивали воду, и количество инсулина уменьшалось. Ты не можешь отметить качественные показатели воды? В чем они заключаются? Да, качественные показатели. Ну, во-первых, сейчас я расскажу, чем вообще отличаются наши технологии от всех других технологий, которые есть, и какие качества воды должны присутствовать у воды, которая должна подходить по параметрам наших клеток. Потому что очень много разных вод, разных фильтров, но не всегда эта вода подходит нам. Она может подойти утюгу, стиральной машине, чайнику, чтобы не было накипи, но когда мы изучаем тоже тему воды на клеточном уровне, то есть у нас стоят микроскопы, и нам очень интересно, как в долгой перспективе меняется качество крови, потому что, ну да, ты попил чистую воду качественно, а как она влияет в дальнейшем на результаты и параметры крови. Вот есть, хотел бы сказать всем вашим слушателям и пользователям, может быть каких-то фильтров различных, нет никаких плохих систем, нет никаких нехороших, но нужно понимать одно, что когда вы пользуетесь фильтром, картриджем, вы не знаете, когда он загрязняется, этот картридж, и вы не знаете, когда он вас начнет травить, потому что все фильтры, они накопительного характера, то есть он регенерируемый, то есть наша система не накапливает. То есть что получается? Человек взять, например, угольный фильтр, человек пьет, там могут быть какие-то лямбли, там еще какая-то микрофлора патогенная, да, попадает в этот фильтр, и когда мы его разрезаем, смотрим под микроскопом, там эта вся живность, она живет, она никуда не уходит, она никуда не пропадает, но и отходы адаптировалась, и она живет, а если она живет, то отходы жизнедеятельности куда она? Она же в этот же картридж ей отправляет, да, то есть получается, да, может быть вода чистая, но микродозы вот этих отходов жизнедеятельности, токсинов, организмов, они попадают. То есть можно и нужно, конечно, использовать различные фильтры, но они приводят воду, ну, только к питьевому режиму. А наша технология, она позволяет воду более подготовить, чтобы она подходила к параметрам крови и параметрам наших клеток. То есть после того, как мы заливаем воду в наш аппарат, происходит электрохимический процесс, у нас есть, я покажу, тут взял, у нас стоит в аппарате такая пластина, она нами запатентована, там более 13 сплавов, и смысл в том, что когда вы заливаете воду, если в воде были антибиотики, гормоны, микропластик, все что угодно, то вот это, когда вода проходит через эту пластину, она обеззараживается, там вырабатывается у нас перекись водорода, серноватиста тесла, озон, это все обеззараживается. И уникальность в том, что она выделяет сорбент. То есть выделяется сорбент, и вся грязь, которая была в воде, она связывается и становится нетоксичным. То есть в этом одна из таких уникальностей. И стоят вот такие картриджи, они тоже нами разработаны, запатентованы. Срок службы у них есть и по 10, и по 15 лет. У нас в МГУ на кафедре стоит уже 15 лет его используют. То есть его нужно раз в месяц прокипятить в воде с лимоном, отжать и поставить. То есть в любой точке мира, в Африке, в Таиланде у нас очень много, в Африке у нас даже есть 5 семей пользуются одним аппаратом. То есть они одни попили, переносят, передают другим, четвертым, пятым. То есть есть какие-то экстремальные ситуации. Мы в Министерство обороны сдавали нам в лаборатории 5 литров кишечной палочки, объем смертельной дозы, для ребенка это точно. То есть мы заливали в аппарат, ну не мы, в лаборатории. И после двух обработок можно пить было грудному ребенку. То есть для нас это, конечно, и это не накапливается самое главное. То есть в любых чрезвычайных ситуациях, в любой точке мира, то есть вы можете себя, свою семью, в принципе, обезопасить. Какие параметры должны быть у воды? Ну, в первую очередь она должна быть безопасная. Второй момент, должен быть PH 7, чуть больше 7, чтобы она была слегка щелочная. То есть аппарат, он слабо щелочной. Потому что мы работали тоже со спортсменами, есть различные дорогие приборы, за полмиллиона стоит, которые сильно щелочные воды делать. И к чему мы пришли? Когда спортсмены начинают пить сильно щелочные воды, первый месяц, два, три, ну, получается, энергия поднимается, да, там все остальное. Но когда превышают вот эти щелочные показатели, организм наш настолько уникальный, что он начинает выделять углекислый газ, а углекислый газ у нас закисляет. И получается, человек пьет очень много щелочных вод, выделяется углекислый газ, и организм приводит вот этот PH в баланс. И у человека там начинают батарейки садиться. Вроде бы я пью много щелочной воды, смотришь кровь под микроскоп, она у него густая. То есть логика как нарушается. А потом мы когда разобрались, оказывается, выделяется огромное количество углекислого газа, чтобы привести соответствие. То есть PH есть разные приборы, живая, мертвая вода. То есть мы ни к живой, ни к мертвой не относимся. То есть аналиты, каталиты, да? Да, да, да. То есть чем хороши живые и мертвые воды? Ну, в основном, наверное, когда какие-то кандидозы, грибковые заболевания. И их можно применять для того, чтобы, например, неделю вы пьете кислую воду, неделю пьете щелочную. Для того, чтобы та микрофлора грибковая, она не успевала приспосабливаться к изменяющейся вот этим среде. И в параллели с какими-то препаратами, то это можно пить, но не постоянно. То есть нашу воду по технологии ПВВК, скажу, как переводится, приготовление воды высокого качества. Я говорю, все у нас, все военное. То есть некоторые не понимают, что такое ПВВК. Я говорю, приготовление воды высокого качества. Я говорю, придумали военные, то есть там все же автомат Калашникова, да, там АКМ, да, тут ПВВК. Ну, как есть, так есть. Вот. Какие еще показатели? Этот прибор, он убирает частотные характеристики. Мы проводили с Петром Горяевым огромное количество различных исследований. Чуть-чуть заострю внимание, что такое частотные характеристики. То есть взять любой фильтр, если он в воде, если находятся, например, антибиотики или гормоны, мы почистили воду. Да, вода чистая, но информация остается. А как на нас влияет эта информация, никто не знает. То есть эта технология, она позволяет разбивать молекулы, пересобирать, и вот этой информации уже нет в воде. То есть это очень такой тонкий. Кто-то верит, кто-то не верит, но мы вот с Петром Горяевым делали эксперимент. Он брал лимон, с лимона переносил информацию на компьютер, и потом генератором частот переносил информацию на воду. Вот мы брали воду, там, водопроводную, и под различной бутылированную, и нашу воду. И на нашу воду перенеслась эта информация, все пять стаканов воды были со вкусом лимона. Как это работает, я не знаю. Он сказал, ну, вам еще далеко, ребята, до этого, но ваша вода, технология, это работает. То есть частотные характеристики. Потом есть натяжение воды определенное. То есть, вот когда мы пьем воду из-под обратного осмоса, там очень сильное натяжение. Почему? Потому что там нет совершенно никаких минералов. ОВП, да? Нет, натяжение. Еще есть натяжение. То есть, в нашей крови есть определенное натяжение 46-47 динт на кубический сантиметр. Когда люди покупают фильтры обратного осмоса, там полностью изымаются все минералы, и она становится как стерильная, как дистиллят. И вот у дистиллятов очень сильное натяжение. Для того, чтобы организму ее разбить, нужно добавить минералы. Кальций. А где он их возьмет? То есть, он их берет из костей. То есть, с этим нужно тоже быть аккуратным. Потом меняются кластеры, тоже разбиваются. То есть, кластер — это сгусток молекул. То есть, наши технологии разбивают и очень быстро встраиваются в клетку. Что еще? То есть, мы сами являемся разработчиками, мы сами являемся производителями. В прошлом году нам исполнилось 55 лет. То есть, именно... Да, 55 лет. То есть, тема изучения воды. И я очень благодарен нашим ученым, нашим разработчикам, которые сохранили, донесли эту технологию до наших, как говорится, времен. И огромная благодарность, конечно, за тот труд, то, что они делали. То есть, а мы сейчас, как уже последователи, наверное, чтобы сохранить... А это что такое? Да, это термос для хранения воды. Объясню, для чего она нужна. То есть, после того, как мы приготовили воду, вода обладает этими всеми параметрами. И для того, чтобы ее сохранить, чтобы не было воздействия сотового телефона, чтобы не было воздействия Wi-Fi. Если человек попадает где-то в метрополитен, синие линии электропередач, ну и сотовая связь, это как миллиметровые волны. Мы сейчас живем, как в микроволновке. И вот мы делали в Санкт-Петербурге такой эксперимент. Брали бутылку с водой из нержавеющей стали специально. Мы используем специальную медицинскую нержавеющую стали, из которой делают скальпели и ножницы. И просто стеклянную бутылку. Приготовили воду. Был окислительно-восстановительный потенциал минус 650. Спустились в метрополитен. 30 минут мы всего лишь поездили по метрополитену, замерили, и вода, которая была в стекле, из минуса превратилась в плюс 200. То есть силовые поля метрополитена, они забирают у нас энергию. То есть человек, побыв 30 минут в метрополитене, ничего не делая, от воздействия силовых полей у него кровь начинает сгущаться. То есть она сохраняет. Гарантия на этот прибор 3 года, срок службы 10 лет и более. То есть есть у нас приборы, которые уже по 15 лет проработали. Электронику мы собираем на военном предприятии. То есть у нас есть ОТК. Мы эти сами блоки на вибростолах трясем. Потом они у нас там проходят термонагрузки различные, там холода, тепла. И 10 дней еще под напряжением тестируем. То, что сгорает, мы это убираем. И потом уже ставим. В принципе, она... Даже в воде, да? Ну, в воде. Там чуть-чуть, если добавить, можно и в воде, наверное. Так что я хочу сказать, что если даже просто пить воду, но ничего не делать, не мять живот, да, то тоже ничего не произойдет. То есть нужно всегда физические нагрузки подготовить. И вестеральные ваши практики, это очень здорово. Я считаю, что и ваша методика, и наша это безмедикаментозно, профилактика здоровья и активного долголетия. Мы уже попробовали, получили хороший результат. Поэтому, в общем-то, я для своих зрителей пригласил. И вообще-то я думаю, что мы будем помогать народу. Да, нам нужно как-то совместно делать. И наша работа, и ваша работа, она нужна. Потому что время такое. Да, время такое непростое. И нам нужно и оздоравливать. И, я говорю, у нас миссия компания дать миллиарду семей пить лучшую воду в мире и построить лучшие школы в России. Так что, думаю, мы и будем и оздоравливать, и образованием заниматься. Так что... Итак, Виктор, благодарю тебя за приход. Ну и мы делаем хорошее дело. Ну а смотрящим эту программу рекомендуем пейте хорошую воду и занимайтесь своим животом. И тогда все будет хорошо. Ну и, надеюсь, наши пациенты, многие получат, потому что у нас будет стоять вот здесь такой аппарат. Ну и те, кто к нам приходят оздоровиться, они получат еще, кроме вот такого физического воздействия, еще и водички попить. Возможность. Попробуйте по вкусу. Итак, друзья, до встречи в эфире. Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры